Всем привет! Меня зовут Элина Фёдорова, и я всех рада видеть на своём канале. Сегодня будет очень важная тема, очень важная и интересная. Мы будем говорить о любви к себе, о том, что такое любовь к себе, как она проявляется, что такое нелюбовь к себе и чем это чревато. Причём эта проблема существует не только у женщин, а и у мужчин, хотя женщины больше об этом говорят. И досмотрите это видео обязательно до конца, потому что я уверена, у вас будет много инсайтов. Также хочу сказать, что я не являюсь психологом, хоть тема и такая сложная, психологическая, но я скорее просто транслирую свои смыслы, свои мысли, которые у меня есть на сей счёт, через свою призму мира восприятия, мира ощущения. Поэтому пишите в комментариях, с чем согласны, что резонируют, а что нет. Давайте начнём это видео с определения, что же такое любовь к себе. Я вам опишу, как я это чувствую, как я это понимаю. На мой взгляд, любовь к себе – это когда я всегда выбираю себя в любой ситуации. На протяжении всей жизни мы делаем множество выборов. Где быть, с кем быть, где работать, наш круг общения – это и друзья, это наш парень, муж и так далее. И это множество и больших, и маленьких выборов. И вот когда вы каждый раз задаёте себе вопрос, а действительно я хочу быть здесь, а действительно я хочу быть с этими людьми, а действительно я хочу делать то, что я делаю. Если вы говорите искренне «да», что «да», я это делаю, потому что я это искренне хочу. Когда вы себя не предаёте и всегда выбираете свои истинные желания, это значит, что вы себя любите. Смотрите, каждый человек – это некий микрокосмос, это отдельный мир, ваш внутренний мир. И там происходят разные процессы. У вас там свои принципы, свои убеждения, свои программы, своё ощущение себя, своё отношение к себе, какие-то энергии. И вот если вы внутри чувствуете дискомфорт, если вы себя не любите, если вы чувствуете себя ничтожным, хуже других, вы это словно даёте эту энергию во внешний мир, и внешний мир вам даёт подтверждение этого. Он словно вам транслирует то, что происходит у вас внутри. Если вы считаете себя слабым, ничтожным, внешний мир вам будет это подтверждать через других людей, через их отношения к вам, через какие-то ситуации плохие, в которые вы будете попадать. И словно всё вокруг к вам будет говорить, да, вот то, как ты о себе думаешь, оно так и есть. Но только вы измените своё отношение к себе. Если вы, наоборот, будете считать себя достойным всех благ, всего самого наилучшего, если вы будете считать себя красивым, хорошим человеком, достойным человеком, внешний мир вам будет также это показывать, тоже через какие-то блага, через других людей. И всё во внешнем мире у вас будет хорошо. Потенциал стать моделью есть абсолютно у каждой девушки. Было бы только желание. Сейчас мир моделинга очень изменился. Если раньше это были очень жёсткие стандарты, то сейчас их вовсе нет. Сейчас есть шанс у каждого. Не важно, сколько вам лет, не важно, какого вы роста, не важно, где вы живёте, в большом городе, либо маленьком. Вы можете стать моделью, если захотите. О всех возможностях я буду рассказывать на своём курсе по моделингу. Как вы помните, свою онлайн-модельную школу я создала ещё 3 года назад. Но потом я поставила это на паузу, потому что у меня просто не хватало времени всем заниматься. И сейчас я её возобновила. Мы её видоизменили, улучшили, кое-что обновили. И сейчас она уже доступна. Вы можете к нам присоединиться. Там вы узнаете о том, как стать моделью, с чего начать, какие первые шаги делать. Также, если у вас невысокий рост, либо же нестандартные параметры, какую нужно использовать стратегию, чтобы начать заниматься моделингом и на этом зарабатывать. Как развивать себя в модельной сфере, если вы уже начали и хотите ещё больше зарабатывать, иметь больше возможностей. Как создать модельный бук, как сделать это бесплатно, как попасть в модельное агентство, не нарваться на мошенников. И на многие другие вопросы вы узнаете ответы в моей модельной онлайн-школе. Также мы обновили премиум-тариф. Он будет только для тех девушек, которые живут в Лос-Анджелесе. Они смогут лично со мной встретиться, задать вопросы. Также мы с ними совместно проведём съёмку в студии для моего фитнес-проекта Уиспенс. И у девушек уже будут фотографии для их портфолио, где они могут показать, что работали для бренда. Это очень здорово. И это отличная возможность для старта. Для того, чтобы узнать больше информации о тарифах, переходите по ссылке в описании. В Библии есть такое выражение «По вере вашей да будет вам». На самом деле очень много разных мудрых вещей из священных писаний, книг, есть, которые являются такими некими жизненными правилами, которые работают, которые являются для нас ориентиром, подсказками. Люди просто неверно трактовали многие годы. И также человечество приложило немало усилий, чтобы ещё больше запутать людей, добавить от себя чины, добавить разных таких штук ненужных, и чтобы в итоге превратить всю эту религию просто в рычаг управления людьми. И поэтому очень много есть таких неких искажений. Так вот, «по вере вашей да будет вам» это означает, что то, во что мы верим, то для нас и будет являться реальным. Мир всегда нам будет подтверждать наши убеждения. Также в Библии есть ещё такое выражение «люби ближнего своего, как самого себя». Ну или что-то в этом духе. Ну вот, а если рассмотреть от обратного? Смотрите, то есть тут говорится о том, что мы должны других людей любить как себя. А что делать с тем, если мы себя не любим? А способны мы тогда любить других людей, если мы себя не можем полюбить? Как это возможно? А можем ли мы ценить время других людей, если мы не умеем ценить своё время? А можем ли мы нормально относиться к другим людям без критики, если мы постоянно себя критикуем? А можем ли мы рассмотреть красоту в других, если мы в себе не можем рассмотреть эту красоту? Тут на самом деле есть много о чём подумать. На самом деле то, как мы относимся к другим людям, очень красноречиво говорит о том, как мы относимся по-настоящему к себе. Поэтому вы просто понаблюдаете, как другие люди относятся к вам, либо к ещё другим людям, и вы сразу сможете уже составить психологический портрет этого человека и понять, какие у него есть внутренние проблемы. Потому что человек делится всегда тем, что его переполняет. Своей болью, своими психологическими травмами, своими программами негативными, своей неуверенностью в себе, своей нелюбовью к себе. То есть всё, что у него болит, он это проявляет и транслирует через какие-то конфликты, через какие-то не очень красивые ситуации, по отношению к другим людям. Это всегда очень видно. Как я вам говорила уже в прошлом видео о том, что то, что мы испытываем, то, в каких мы энергиях, то мы и притягиваем к себе. Мы притягиваем обстоятельства, людей к себе. И вот взять такой банальный пример, как мужчина-абьюзер. Сейчас очень популярна эта тема, и женщины часто жалуются на то, что их парень, мужчина-абьюзер. Почему так происходит? Это всё потому, что женщина с очень низкой самооценкой, прямо на нуле. Это когда женщина себя не любит. Это женщина-жертва. И на таких женщин обычно всегда притягиваются мужчины-тираны, мужчины-абьюзеры. Либо мы можем взять даже клише из фильма. Вот взять, например, какой-то подростковый детский фильм про школьников, где есть плохой парень, мальчик, который обижает, издевается над слабым каким-то ботаником. И всегда этот ботаник – это парень, который неуверенный в себе, который чувствует себя жертвой, который чувствует себя, что он хуже других. И вот эта слабость, то, что человек чувствует себя таким ничтожным, это очень чувствуется другими людьми. И в основном это отталкивает вообще людей. Ну то есть, если человек о себе плохого мнения, то и другие люди к нему, ну тоже так. Они не считаются с ним, им неинтересно с ним. То есть они тоже чувствуют эту энергию, что вот человек как такой себе. Им не хочется с ним общаться. Либо же люди, у которых есть вот эта вот жестокость, тирания, которым нужно проявить вот свою, возможно, тоже неуверенность в себе через вот эту агрессию и подавление другого человека, они всегда выбирают вот этого человека, который неуверенный в себе. И начинают над ним издеваться. Попробуйте задать себе вопрос и честно на него ответить. А действительно ли я себя люблю? Действительно ли я себя принимаю таким, какой я есть? Да, со своими теневыми сторонами, которые есть у всех абсолютно. Это может быть и во внешности, и в нашем внутреннем мире. Да, что-то хотелось бы улучшить, доработать. Но когда вы это видите, но при этом вы все равно любите себя, принимаете себя, вы это развиваете в себе, трансформируете, но при этом вы все это делаете без самобычевания, без оскорблений каких-то, без упреков каких-то, когда вы все это делаете в своем темпе, когда вы не оглядываетесь на других, не сравниваете себя с другими людьми, когда вы просто всецело принимаете себя и продолжаете двигаться, продолжаете расти. Дело в том, что когда мы себя принимаем, мы начинаем принимать других людей, и у нас становится меньше конфликтов с другими людьми. Я тоже приведу вот такой пример. Вот представьте, есть девушка, которой вот ей не нравится ее фигура, и она по этой причине не носит короткие юбки. Ну вот не нравятся ей там ноги, не знаю, бедра, целлюлит, еще что-то. Ну вот не может она позволить себе надеть там короткую мини. У нее начинают включаться защитные реакции ее эго. Так, ну на самом деле короткие юбки это вульгарно, это пошло, так ходят только девушки легкого поведения. Я вот вся такая порядочная, вся такая хорошая, я такой хороший человек, я же вообще интеллигентная девушка. Я ношу только джинсы, либо надеваю вот такие вот длинные юбки. И потом я начинаю критиковать девушек, которые ходят в коротких юбках. Вот я вижу девушку красивую, с красивыми ногами в короткой мини-юбке, и тут начинается, включается и зависть появляется, и вот начинается. Как она вообще посмела вот так нарядиться? Вообще ужас! От этого вот начинают проявляться всякие неприглядные стороны личности. Либо же бывают еще такие ситуации, когда, например, короткую юбку надела девушка, у которой, например, избыточный вес, и тоже целлюлит, еще, например, больше, чем у критикующей той другой девушки. И тут это, да как она посмела? Я же не могу позволить себе. Мне же стыдно, я же себе это запрещаю, я же вот решила, что вот с такой фигурой нельзя это делать. А как она вот такая вот посмелая и вот так вот ходит? И вот тут начинает все это выливаться тоже через оскорбление. Потому что человеку сложно понять тех людей, которые принимают себя и которые позволяют себе выглядеть, как они хотят и делать то, что они хотят. И вот по таким ситуациям тоже можно видеть психологические портреты других людей. Потому что, ну уж очень триггерит, когда люди, которые себе что-то запрещают, видят, как другие люди, наоборот, себе это позволяют и вот живут в соответствии со своими какими-то желаниями, порывами своей души. И вы можете сказать, а что же делать в такой ситуации, если я в себе это замечаю? Как бороться с этим? Ну, на самом деле, тут тоже можно увидеть в этом позитив. Когда вас начинает так триггерить, вы просто должны проявить минутку осознанности и просто спросить себя, а почему меня это триггерит? Почему меня это так задевает? Что внутри меня так болит? Что заставляет меня выливать это все через какой-то негатив? Почему мне хочется съязвить человека? Почему мне хочется оскорбления сказать либо написать? Почему я плохо думаю о человеке, который, возможно, я вообще даже не знаю, какой-то посторонний человек? Что меня так цепляет? И вы найдете это больное место, и вы поймете, что вам нужно в себе проработать, вы поймете, что в себе нужно излечить, вы поймете, возможно, свои истинные желания, вы поймете, где у вас стоят запреты, вы поймете, где у вас блоки, возможно, какие-то убеждения ложные, насаженные вашими родителями, либо еще что-то. На самом деле, такой психоанализ, такие вопросы к себе, они очень многое проясняют, и можно о себе узнать очень много, даже без походов к психологу. Каким образом вы можете проявлять любовь к себе? Конечно же, в первую очередь, это забота о своем физическом и ментальном здоровье. Это не работать как ломовая лошадь, когда вы чувствуете, что у вас уже силы на исходе, но вы это делаете во имя чего-то, не знаю, во имя семьи, во имя детей, во имя еще каких-то целей, но вы должны понимать, что не будет вас, не будет ничего, все утратит всякий смысл, потому что если вы себе не поможете, вы не сможете никому помочь, это очевидно. Вы же понимаете, что гробя свое здоровье, никому от этого лучше не будет, и, скорее всего, это вылезет вам живоком, потому что, опять же, даже лечение, еще чего-то, все это будет порой стоить куда больших затрат, нежели вы там заработаете, уничтожая себя. Что касается, например, наших детей, многие женщины тоже убиваются с детьми, устают очень и так далее, то тоже нужно понимать, что, опять-таки, издерганная мама, которая постоянно на стрессе, у которой себя плохо чувствует и физически, и морально, это передается ребенку, потому что вообще до трех лет мама и ребенок, они очень связаны, вообще ментально связаны, и поэтому все, что у мамы на душе, оно все будет передаваться ребенку, и также это передается тоже через болезни. Часто бывает так, что ребенок действительно плачет, болеет, когда плохо себя чувствует мама, и поэтому вкладывая в себя, мама тем самым будет помогать своему ребенку. И если мы говорим сейчас там уже, когда дети постарше, семья, муж и так далее, опять-таки, если жена счастливая, если жена самореализованная, если мы говорим про семью, там уже когда дети постарше, муж, жена и всякое такое, опять-таки, если женщина счастливая, если она самореализованная, если у нее все хорошо с физическим, ментальным здоровьем, то в семье будет тоже хороший фон. И наоборот, если у женщины все плохо, то и в семье будет тоже все плохо, потому что если расшатана нервная система, это что вызывает? Вызывает конфликты, недопонимание и между детьми, и между мужем, и все просто рассыпается. И вы должны понимать, что всегда вкладывая в себя, вы вкладываете и в свою семью, в свою атмосферу в доме, и вообще в здоровье, благополучие всех членов вашей семьи. Некоторые люди могут сказать, это же какой-то эгоизм. Вот в наши времена такого не было. В первую очередь мы думали о ближнем, о наших детях, о наших родственниках. Как же так? Что это в современном мире такое происходит? Как это думать в первую очередь о себе? Никакого эгоизма в этом нет. Когда вы вкладываете в себя, тем самым вы делаете благо другим людям. Когда вы, например, идете своим путем и выбираете ту работу делать, которая вам нравится. Когда вы не слушаете своих родителей, не слушаете там бабушку, дедушку, дядю, тетю, не слушаете там своих друзей, которые вам что-то навязывают и говорят, что это популярно. Когда вы идете своим путем и выбираете ту профессию, которая вам действительно по душе, вы делаете благо другим людям. Потому что человек, который влюблен в свое дело, который получает от этого удовольствие, он будет делать свое дело с душой, и оно будет давать благо другим людям. Вы будете профессионалом своего дела. Человек, который не любит то, что он делает, которому он так себе, который равнодушен к своей работе, но он пошел туда, потому что ему так сказали родители, либо кто-то еще, он будет некачественно выполнять свою работу, либо делать ее посредственно. И тем самым благо никакого не принесет. Вот взять, например, женщину, которая заботится о себе, которая вкладывает в свое настроение, в свою красоту, в свое здоровье, когда вот она себе нравится, настроение хорошее, она счастливая, она ходит как солнышко, куда бы она ни приходила, в какой-то коллектив, на работу, дома, везде, она светится, и у всех вообще априори настроение становится хорошим рядом с этим человеком, потому что человек счастливый, он это излучает, он хочет этим поделиться. И чем больше таких людей, тем более здоровое общество, тем лучше коммуникация, тем больше творчества, больше вдохновения, и все люди счастливы. И наоборот, когда это злые, неудовлетворенные люди, которые постоянно все делают в ущерб себе, постоянно наступают себе на горло, делают что-то ради других, делают то, что им не нравится, делают и свою работу плохо, и конфликты, и все-все-все плохо идет. И от этого, ну, никому от этого не есть хорошо. Хочу внести такую поправочку. Когда мы говорим про то, что нужно ставить на первое место свои интересы, делать то, что тебе хочется по душе, мы сейчас говорим про то, что каждый человек — это отдельный мир, и мы делаем для себя что-то, но при этом мы не влазим в чужой мир, мы не переходим вот эти границы. Это означает, что мы делаем что-то для себя, но не в ущерб другим людям. То есть мы не имеем права получать какие-то блага от этого мира, при этом наступая, так скажем, на другого человека, идя по головам. То есть, ну, мне кажется, что это и так очевидно, но на всякий случай я хочу это уточнить, потому что некоторые люди могут еще неверно воспринять, что такое любовь к себе, и что такое идти в этой жизни по зову своей души, по своим принципам, желаниям и так далее. Также я уверена, что некоторые сейчас начали думать о том, что же делать, если, например, родственники, друзья, коллеги что-то просят, и ты понимаешь, что ты не хочешь это делать, что это вроде бы как идет против твоей воли, что не хочется тебе выполнять эту просьбу, но в то же время ты чувствуешь, что так как-то неправильно отказать, совесть тебя мучает, у тебя какие-то свои убеждения, либо что-то навязанное. Как в этом случае поступать? Всегда нужно руководствоваться своим сердцем, своей душой. Что вам подсказывает интуиция? Всегда нужно помогать только в том случае, если это у вас находит искренний отклик. Если вы хотите помочь, если вы не против помочь, если это не внесет смуту в вашу жизнь, если это не нарушит ваши границы какие-то, которые вот у вас установлены. Если вы понимаете, что вам это чуждо, что вы не хотите выполнять какую-то просьбу, пусть даже самых близких родственников, не делайте это, потому что это медвежья услуга. Понимаете, когда человек помогает неискренне, это не будет вам плюсика в карму, и на самом деле человеку такого уже добра это не принесет, потому что это неискренняя помощь. И потом, понимаете, вы будете это вспоминать, вы будете ждать от человека либо благодарности, либо какой-то реакции, которой вы можете не дождаться, либо вы будете себя корить, ой, зачем я тогда это делал, либо будете мучиться от какого-то дискомфорта, будете вспоминать, будете испытывать раздражение, и никому от этого хорошо не будет. Также вы должны понимать, что действительно многие люди манипулируют. Это чувство долга перед семьёй, перед страной, перед кем-то. А что ж люди про тебя скажут? А если подумают, что ты такой плохой? А как же там твоя совесть? На чувстве жалости, ещё чего-то. Ребят, никогда не ведитесь на такие вот манипуляции. Это вообще отдельная тема разговоров. Я, например, такой человек, что я, наверное, с рождения я прям кожей чувствую, когда человек какой-то пытается манипулировать. И меня всегда это только отталкивает. Вот, кстати, что касается меня, на мне вообще никак невозможно сыграть на моём чувстве жалости, ещё что-то. У меня сразу отвращение идёт. Я если только чувствую, что человек пытается манипулировать, я это считываю моментально, и я принципиально делать не буду. Я принципиально не пойду навстречу этому человеку, потому что я считаю, любого рода манипуляция — это есть плохо. И я знаю, что если я буду чувствовать искреннее желание кому-то помочь, что-то сделать, пойти навстречу, я это сделаю. А таким путём, то нет. Я скорее сделаю даже наоборот. У меня это с детства. Такая штука была, что да, если на меня давить в чём-то, заставлять меня что-то делать, манипулировать — нет, это всё мимо. И я понимаю, что многим людям, да, им всё-таки нужно это учиться в себе развивать, что у них этого нет врождённого, и поэтому многие люди страдают от этого. Поэтому, ребят, почитайте книги про манипуляции, почитайте, как нужно себя вести с этими людьми, и ни в коем случае не позволяйте другим людям ездить на вас, при этом заставляя вас предавать себя, предавать свою душу. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось, было для вас полезным. Если да, ставьте лайк, а мы с вами скоро увидимся. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!